Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вам изготовить одну из приманок, которая очень уловистая по поимке не только форели, окуня, плотвы, головля и другой хищной рыбы, но практически считается отчасти универсальной. Это знаменитая вулибагер. Она изготавливается в разных вариантах, в разных модификациях. С использованием и пера, марабу, и чего только угодно, и не угодно. Я хочу вам предложить очередную модель, которая основана на принципы стримера вулибагер. Давайте изготовим. Я подготовил крючок, достаточно крепкий и мощный, так как условия рыбалки у меня будут подходящие. Сделал его не зацепляйкой. Огрузил латунной головкой. И дополнительно мы еще с вами сейчас огрузим свинцом. Особенность этого стримера будет заключаться в том, что мы равномерно огрузим его переднюю рабочую часть. Так что он у нас будет ровно, будем говорить, немножко неправильным языком, проваливается в толще воды в момент проводки. Значит, буквально совсем-совсем немножечко, сколько вот у меня здесь выйдет с этой полоски до шарика. В общей сложности огрузка будет составлять где-то порядка 3,5-4 граммов. Этого вполне достаточно, чтобы можно было забросить любым спиннингом на нормальное расстояние. А для нахлыста это даже очень-очень хорошо. Вот столько, я думаю, нам вполне будет достаточно. Остатки я оторву. Можно глазки-гантельки. Можно дополнительно огрузить вольфрамом. Проволокой. Сейчас появилась ткань вольфрамовая в интернет-магазинах. То есть используйте все, какие есть у вас возможности технические. Нить я беру обыкновенную, где-то порядка 4,6-0, но ровнится. Немножечко закрепим нить, промотаем. Сильно не усердствуем, потому что большой роли у нас не играет. Скрыт свинец или нет, потому что при изготовлении тела у нас свинец будет достаточно хорошо закрыт. Последующим материалом. Оставляю нить у загиба. И теперь, друзья мои, понадобится тот материал, что я вам говорил, который жалко тратить на ненужные нам стримера. Это альпака. Но прежде чем мы будем крепить этот благородный мех, мы сделаем крепление красного меха, так, чтобы мех альпака у нас находился в центре нашей красной опушечки из меха-писца. Совсем небольшую беру кисточку красного меха, убираю под шерсток и креплю у загиба. Усердствовать сильно не надо, потому что у нас количество меха должно только лишь определять точку прицеливания. Поэтому я вот так аккуратно его прихватываю в одном месте, рассредоточив равномерно, как вы видите, по цевью. До конца не приматываю. И из меха альпака я возьму приблизительно, вот у меня так вышло здесь, 3-4 пряди. Они достаточно заметные, их никак вы не попутаете по количеству. Так растет мех. Вот вышла у меня приблизительно вот такая кисточка. И теперь вы можете выбрать для себя сами, но я обычно выбираю 2 или 2,5 длины самого крючка. Вы посмотрите по своему меху и по своим обстоятельствам рыбалки. Мех очень скользкий, поэтому мы с вами промажем клеем место крепления. И вот так буквально в одной точке сверху над красным мехом подхватим наш мех. Подхватили. Для того, чтобы выглядел мой стример симпатично привлекательным, я подготовил плоский голографический люрекс. И теперь на всю длину меха альпака я беру, прихватываю. Вот сколько у нас есть возможностей. 2, 3, 4 пряди. Здесь как раз таки наш блестящий элемент лишним не будет. Поэтому я постараюсь со всех четырех сторон по парочке прядей в равном количестве по всей длине уложить. За счет того, что люрекс плоский, он очень хорошо взаимодействует в воде, когда наш мех начинает хвостик играть. Поэтому желательно выбирать качественный и хороший люрекс. Вот здесь, ребята, немножко елочные украшения новогодние наши не пройдут. Поэтому, если есть возможность, найдите более качественный и хороший люрекс. Подобрали. Добавим немножечко клея. И теперь место крепления нашего меха, как вы видите, сверху и по бокам, мы с вами закроем также красным мехом, чтобы у нас наша кисточка из меха альпака находилась как бы в середине. Повторю еще раз. Большое количество укладывать меха не обязательно. Можно, допустим, взять сейчас одну щепоточку и ровным слоем разложить ее поверху меха. Можно с трех сторон уложить. Это как у вас будет получаться. Поэтому много желательно не укладывать. Это у нас будет точка прицеливания. Поэтому я возьму сейчас вот эту кисточку и вот так равномерно сверху распределю со всех сторон. И прихватим. Вот как вы видите, у меня совсем незначительная моя щепоточка меха закрыла со всех сторон мех альпака. Теперь окончательно это прихватим. Чтобы 10 раз не мотать в одном и том же месте, я сразу беру проволоку. Вы можете взять медную, можете взять леску. Я беру проволоку нехрома. Как я уже говорил, 0,12, 0,14, 0,15. Как вы у вас найдете. Подхватываем здесь, убираем в сторону. И в качестве тела мы будем, я уже показывал вам, продается в галантерейных магазинах. У вас, я надеюсь, тоже. Вот такая разная тесьма разных оттенков и разной ширины. Я подобрал в данном варианте ширину вот такую. Она здесь где-то порядка 3,5-4 миллиметров. Выполнена она трубкой, что очень удобно даже изготавливать мушки. Это я потом вам покажу, какие я уже делал из зеленого. отхватили. И теперь, чтобы не проматывать 10 раз одной тоже, уводим нашу нить. Слегка я буквально пару точек добавлю клея, чтобы было удобно мне прихватывать мой материал. я начинаю выполнять обмотку. Плотными виточками, так как мы обычно с вами, допустим, обматываем обыкновенным люрексом. Обозначим просто контур нашего тела. он все равно отчасти у нас будет скрыт потом обмоткой пера. и доходим буквально до колечка. Здесь же его подхватываем, закрепим и остатки отрежем. И теперь, друзья мои, здесь мы делаем, наносим капельку клея, делаем завершающий узел и убираем отсюда нашу нить белую. Начинаем теперь изготавливать тело. так будет достаточно. Теперь я беру красную нить, обыкновенная, тоже будем говорить, почти из тесьмы. и закреплю ее у самого-самого хвостика. Закрепили. Остатки отрезали. Вы для себя, допустим, можете подобрать разную цветовую гамму, какую вы захотите для себя изготовить. Ну вот я, допустим, подобрал вот такие перышки. Желтая, оранжевая и шартрес. Три цвета. Поэтому, вначале, я, допустим, креплю желтое перо, посередочке оранжевое, и потом буду выполнять обмотку поочередно, поочередно, всеми вот такими этими перышками. Закрепили здесь. Можно даже, не стесняясь, для надежности, добавить капельку клея. И чуть-чуть подождать, пока прихватится. Так как нам не нужно обматывать здесь очень много, лучше подхватить клеем. И аккуратненько, вот так, уводим нашу нить вперед. Берем перо, и буквально сколько у нас получится по величине наших бороздок, один, два, три, это вы уже посмотрите, как вам будет видно по вашему перу. Вот у меня, допустим, бородки уже становятся помельче, мне нет смысла мотать здесь перышко такой длины. Поэтому мне этих двух оборотов желтого пера вполне достаточно. Возвращаю свою нить. Мы ее специально вот такими широкими шагами крепили по цевью. закрепили. Закрепили. Увели вот так бородочки все назад. И промотаем так, чтобы наша перышко немножко наклонилась в сторону загиба. пера. Есть. Удаляем остаточки нашего пера. И точно так же, учитывая то, что мы мотаем по синтетическому люрексу, это наш красный сплетенный, не стесняясь, добавим на место крепления капельку клея. и здесь же закрепим с вами оранжевое перо. и опять вот такими широкими витками уберем нашу нить. отводим бородки в сторону и выполним пару-тройку оборотов. курктора поперем клея. Используйся аком доставай кроугольчик ласкортируем пухарь. Используйся доставай. Подставай упор. чайник . и опять возвращаем нашу нить на место и крепим уже оранжевая перышко отводим опять все бородки назад и стараемся нашей обмоткой наклонить опять вот так сделать кисточкой опять не стесняясь промажем немножечко здесь клеем и окончательно подхватим наше перо закрепили следующее перышко опять увели также нашу нить чтобы нам не мешало и выполним сколько нам позволит наше перо перо можно брать здесь практически любое она у нас только лишь выполняет функцию раздражителя и для создания шума при движении нашего стримера ну желательно чтобы цветовая гамма как-то соответствовала стилю вашей мушки вот мы дошли до величины бородок крепим здесь перо опять уводим бородки и опять также их здесь подхватываем добавим немножко клея и хорошо подхватим здесь остатки пера удаляем и теперь для того чтобы мне не выполнять неоднократно одну и ту же работу я в этой точке закреплю уже совсем другое перо вот такое я подготовил перышко гризли довольно таки большими бородками чтобы окончательно уже сформировать оставшиеся тело в одном оттенке можно использовать черное это как вы допустим захотите для на свое усмотрение прихватили и теперь я вот такими можно отрезать нить сделать завершающий узел можно вот такими большими шагами убрать нить в район латунной головки и теперь я увожу бородки в начале делаю один полный оборот в месте крепления следим за тем чтобы наши бородочки не подминались вот мы сделали один полный оборот и теперь с равным шагом мы должны с вами заполнить вот этот вот объем который у нас остался промотать пером до нашего латунного шарика выберем приблизительно наклон вот так очень даже хорошо мы с вами угадали и теперь доходим до крепления нашего латунного шарика и здесь выполним один полный оборот даже если попали вот так как у меня наши пуховые перья это очень даже приветствуется здесь закрепим и окончательно удалим уже наше перо следим друзья за тем чтобы нить у нас не наскакивала на латунный шарик вот так убрали теперь хорошо причешем нашу мушку распушим перья чтобы нам было видно и берем нашу проволоку теперь очень очень аккуратно для того чтобы не поприламывать те перья которые мы уложили плотной плотной кисточкой вот так берем раздвигаем и укладываем нашу проволоку как вы видите сложности в изготовлении этого стримера нет единственное конечно это желательно чтобы был вот такой хвостик потому что даст настолько подвижен что рыбе очень 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 нравится как вы видите достаточно прост из перо обмотали проволочкой закрепили сдержишь у шарика отрезали промазали клеем и все наш стример к работе готов цветовую гамму можете подбирать для себя сами как вам будет удобно если вы сможете найти допустим другой можно использовать с искусственного меха но это уже будет несколько хуже вариант но тоже может работать поэтому пробуйте экспериментируйте благодарю вас за внимание до скорых встреч